Всем привет! Меня зовут Татьяна и вы на канале Танита Рот. Тема расклада «Роль данного человека в моей жизни». Загадывайте человека, загадывайте либо колоду карт, либо по маятничкам, и мы узнаем, для чего этот человек был дан в вашей жизни. Раз вы задались таким вопросом, значит у вас либо сомнения, либо интерес, либо вы не понимаете, что происходит вообще с этим человеком, либо в вашей жизни, либо все что угодно. Поэтому загадывайте кого угодно, и мы посмотрим. И я начну с колдовского таро, потом будет таро белых кошечек и дарк таро троя. Отложу, чтобы было видно. Покажите нам, пожалуйста, роль данного загаданного человека в жизни людей, которые выбрали данную колоду, либо же белый маятничек. Начнем. Для перерождения. Ответ дан. Идем дальше, да? Для того, чтобы вы перестали страдать, тут у каждого может быть свое. Кто-то страдал после неразделенной любви, у кого-то не сложился бизнес. Кто-то потерял родителей, либо кого-то из родственников. Этот человек показывает вам, что нужно идти дальше, нужно жить дальше, нужно видеть свое будущее, планировать, мечтать, мечтать о нем, хотя бы начать думать о будущем. Такое впечатление, будто вы не хотите дальше жить. Это человек покажет вам, что все в ваших руках. Что жизнь еще есть и в другом месте, рядом с вами и у вас самих. Карта показывает либо, что хватит рассказывать информацию, информация надана, информация принята. Либо же, что вы являетесь практиком, уже не знаю у кого что. Кто-то в медитации ходит, кто-то в регрессовых, кто-то посещает разные курсы, потоковые курсы, энергетические курсы. И эта карта показывает, что все в ваших силах, все это есть в вас. Вам лишь нужно выйти из своего забытия, в которое вы вошли сами же. Да, жизнь это сражение. Да, вы устали. Но вы найдете в себе силы идти дальше. Потому что пришло время. Потому что вам не скрыться от вашего... Да, вы хитро хотели скрыться от вашего будущего. Зачем? Если вам нужно идти по жизни так, зачем скрываться? Я не скажу, что это энергетика именно этого человека, которого вы загадали. Но что-то в вашу жизнь идет прекрасное. Вот мне не идет энергетика того, что вот это тот человек, которого вы загадали. Это какой-то другой. Просто вот этот, он промежуточный. Он просто выведет вас из сна. А вот этот уже даст что-то хорошее, что-то классное. Почему вы там стремитесь? Чего вы там планируете? Ну вот такие. Ну ладно, подождемся, подождем. Посмотрим, кто там идет. Вот. У нас такое недоверие к жизни. Ну вам предначертано быть победителем по жизни. Уж не знаю, что вы там себе напланируете в итоге, но вы победите в этом. Но вы так не верите в это. Вам нужно поверить. Довериться, как-то идет, довериться природе. Довериться тому, что, чего вы выбрали вообще в этом воплощении. Стать уже. Вот именно информация идет чисто для женщин. Если здесь мужчины, то чуть переворачивайте по-своему. Если мужчины, то здесь идет принять все свои руки, уже действовать. Скоро и как? Резко. Нужно действовать резко. А женщинам нужно жить плавно. Нужно доверять своей интуиции. Нужно видеть те энергии, которые вокруг вас. И вам же нужно подстраиваться под них. Извините, у меня здесь оказывается будильник. Так, девушек сказала. Ну вот, естественно. За мужчин информация. Вам нужно быть резкими, уверенными в своих действиях. В виде цель, не в виде препятствий. У вас все получится. И не нужно прибедняться, что все, жизнь потеряна. Все, что я пытался сделать, ничего не получилось. Я буду жить понакатанной, как есть. На самом деле, девушкам нужно жить понакатанной. И доверять своей интуиции. И брать с потока те эмоции, те ситуации, которые приносит вселенная. Мужчинам нужно действовать. Да, вы сначала подумаете, как действовать. А потом действуйте. Это, честно, для мужчин информация. Будьте готовы сражаться, потому что, да, препятствия могут быть. Но у вас же есть сила для того, чтобы победить эти преграды, препятствия, все что угодно. Вам будут даваться шансы. Главное, чтобы вы открылись этим шансам, этим возможностям. Естественно, у вас есть выбор посидеть в заточении своем же. Ну, как долго вы будете сидеть? Пока рак на горе свистнет. Как известно, раки не свистят. Ой. Здесь уже больше информации для девушек идет. То есть, если здесь для мужчин, то здесь для девушек. Хватит смотреть, пора брать. Вот как-то так идет фраза. Хватит смотреть, пора брать. Все это по справедливости, по верховному жрецу. Все так было предначертано. И совет вам, да, две карты идут. Совет вам, хватит сидеть в своих страхах, пора действовать. Девушкам пора чувствовать, а мужчинам пора действовать. Я благодарю людей, которые выбрали эту колоду карт и этот маятничек. И желаю вам изменения в вашей жизни. Переходим ко второму варианту. Черный маятничек. Второй белых кошек. Я приветствую всех вас, кто выбрал этот вариант. Мы сейчас узнаем роль данного человека в вашей жизни. Человека, которого вы загадали и не знаете, что с ним делать. Посмотрим, что делать. Чем он пришел в вашу жизнь, этот человек? Для любви. Эта карта говорит только об этом. Любовь. Любовь, любое исполнение ваших желаний, ваших мечтаний. Да, то, о чем вы мечтали. Исполнение этого. Ну, для начала нужно посмотреть на свои истинные желания. То есть у кого-то могут быть обманные желания. Если вы считаете, что вы там, возможно, для искренней чистой любви, а на самом деле может быть совсем по-другому. Может, вы мечтали просто о хорошей, настоящей близости по жезлам. Возможно, вам просто хочется развлечений. Вы в себя загляните для начала. Ну, вот человек этот вам покажет это. Это же карта не всегда про то, что свадьба на носу, да? Для создания семьи. Это символизирует союз, связь, любовь, да? Ну, союзы бывают разные. У кого-то чисто сексуального плана. У кого-то чисто эмоционального плана. У кого-то на духовном уровне. Определитесь, чего вы хотите. Да, вы не хотите брать свои истинные желания. Почему? Что вам мешает? Ну, у вас такой как бы самообман, что я предназначен для семейной жизни. И что нужно двигаться в этом направлении. Как бы желание тела игнорируем, да? Не, ну, желание тела-то есть. Ну, как-то вы их подавляете, что ли. Вы только в мечтах, в своих фантазиях проявляетесь. Извините, конечно, но по ночам, так сказать, это действие рук, может, и прикладываете. Простите, ну, идет такая информация. Но на физике никаких действий нет. По отношению к тому человеку. Вы хотите проявляться к тому человеку покупком, то есть с любовью, с вниманием такой. Вы считаете, да, ну, тут как-то мужчина идет, что ли. Ну, буду считать, как для мужчины. Вы считаете, что эта девушка достойна проявлений искренних, чувственных. А почему вы думаете, что та девушка не хочет вот как-то, да, как говорится, по жезлам? Может, и она тоже хочет именно по легкости. Хотя бы для начала. А, вы видите в ее каких-то проявлениях к вам именно какую-то вот нежность, любовь, заботу и ласку. Может, она не привыкла как-то по-другому проявляться. Вы хотите быть для нее императором. А вы доросли до этого состояния вообще? Потому что ваш трон как-то пустоват. То есть вы одежды на себя-то одели, а, ну, в принципе, окружающая среда не соответствует этому, вашему состоянию императора. Вы просто убегаете от ваших истинных желаний. Как бы проявляться по императору вы, понятно, не готовы, а желания физические, как бы, вожделения и всего того подобное вы просто прогоняете. Вам страшно, что вас не так воспримут. Окей, давайте глянем, как эта девушка вообще воспримет эти ваши проявления. Если вдруг вы начнете. Ой, это ей прям понравится. И прям клево, супер. Отлично прям. Очень понравится. Она будет идти навстречу. Ну, только сделайте шаг. Она будет идти навстречу. Вы хотите сбалансировать какие-то ваши физические желания и духовную связь, близость, да? Вы прям вот вас скачает в разные стороны. Ну, и от этого действия нет. Вы там и там, и там. А может вот так? А может вот так? А если не так воспримет? А если... Не, ну там, а если... Боже мой, столько... А если лезет? То есть, если она не примет мое физическое проявление, да, вожделение, то как бы все, пути закрыты. А нужно как-то того чуть-чуть и того чуть-чуть, вы считаете? Ну, окей, она как считает? Она считает, что вы убегаете. Убегаете от вашей какой-то ситуации, которая складывается уже какое-то время. Вроде как и интерес друг к другу проявляется. Но она как бы шаг к вам, а вы такие, да не, не, не. Ну, я как бы не против. Ты тут это, подходи ко мне. Но я ничего делать не буду. Я в отшельнике сижу. Хорошая у вас такая позиция, только толку от нее. Я прям не вижу никакого толку. Окей. Я прям не знаю, что задать. Какой вопрос задать? Человек дам больше для проявления вашего физического вожделения. А пойдете ли вы свои страхи в плане проявляться? Ну, вы хотели бы, но больше в каких-то это больше про семейное счастье вы хотите проявляться. Вы даже не можете позволить себе думать о том, что эта девушка может быть элементарно как-то... на данный момент вот прям ей хочется возможно просто секса. Ну, почему нет? Почему вы не можете себе позволить думать об этом? У вас горят глаза, но как бы проявляться вы будете по лайтику, да? Медленно еле ползать. И это же вам не разбивает сердце. Это что ж такое-то? Ну, окей. Если вы видите в будущем с ней такой прям такой союз, такую прям связь, то почему вы не действуете? Что мешает? Вы что, от нее защищаетесь? Или вы в прошлом защищались? Или вы... Объясните, что это? У вас ситуация, наверное, в жизни была, что девушка вас предала, да? Вот идет прям вот эта кубка его и девушка, и она вас предала. Ушла к другому, вероятно, да? Ну, вы теперь хотите держать все под контролем. Это не получится. Вам отдана эта девушка, чтобы ваш контроль вылез наружу и стал бесконтрольным. Да уж. Совет от ваших сил. Страшный суд. Пора. Как говорят? Пора, пора. Пора из-за своего заточения выползать. Вот, что вам говорят. А вы все страдаете, страдаете. Вы прям не верите, что она примет ваши какие-то подходы, да? Всегда настороже, при этом. Вроде как и хотите, но не действуете. Вы ее слишком сильно видите. Я просто перебираю вот так карты, да? Слишком сильно видите. Ну, сильная девушка, и что? Разве сильной девушке тепла, ласки не хочется? Что ж такое? Проявитесь просто. Хватит сидеть там. И будете победителем. Так, я благодарю вас за просмотр. Хватит, а то я уже залипла сюда. Надеюсь, вы начнете действовать. Вам прям очень пора. А то уже ваши желания стали токсичны для вас самих. Так, благодарю. Переходим к третьему варианту. Всем привет, зрители, которые выбрали коричневый маятник и эту колоду карт. Сейчас мы узнаем, какую роль данный человек в вашей жизни вообще играет, для чего он пришел в вашу жизнь. кого вы там загадали, какого человека. Сейчас посмотрим, что-то там что-то там про душу было. Вроде выпало. Сейчас посмотрим, что за человек к вам пришел. Я знаю, никогда карты не брала. Какой человек пришел. Огненный прям. сколько энергии у человека. Он у вас что-то такое прям воспаляет. Вы же за голову хватаетесь, какой вроде как и темный, а вроде как манящий человек. Так прям тянет, как черная дыра. что же это за человек так он пришел. Он увидит вашу скованность, вашу замкнутость. Наверное, раскрыть вас на раскрытие ваше пришел. человек видит вас насквозь просто. Вот насквозь. Видит, что вы сами себя заковали в цепи, сами свой мир превратили в темную бездну. Сами себя связали, это же вообще капец. Ну, еще и силу видит вас как-никак. Окей, зачем пришел этот человек. Ой, ну, прям отвести вас на путь истинный, да? Оттащить хотя бы хоть как-то, хоть за уши, хоть за ноги, хоть за шиворот, да? Вытащит вас из иллюзий ваших. Ну, хочет, чтобы вы себя истинного увидели. вы что, себя считаете грязным человеком, падшим человеком, вот как падшего ангела себя превозносите в плане заслуженно наказан, что-то как-то вот так вот, сам виноват. мои крылья обрезаны и взлететь мне больше не суждено как-то. Что-то такое прям идет. этот человек как ангел справедливости, как будто пришел открыть вам глаза на вашу внутреннюю суть. прекрасный человек, очень-очень крутой, очень энергетически наполненный, вот сколько света в этом человеке, смотрите, он раскрывает души человеку, вытаскивает наружу страхи и перекручивает их в силу. Не зря же говорят, что в наших страхах истинная наша сила. Тут энергия прям девушки идет четко. Прекрасный человек, каким путем вообще? Каким путем будет раскрывать вас? Тут сексуальность какая-то идет, но очень сдержанная такая, аккуратная. То есть сексуальность внутренняя, я не могу сказать, что телом она просто секс-бомба. Нет, она прям излучает это притяжение. А что же вам так страшно идти на этот свет? Думаете, она добьет вас? Да куда уж дальше? Вы и так себя сами загнали куда подальше. наоборот хочет вас вытащить? Вот хочет. Очень хочет. Она хотела по лайтику. Вот я прям чувствую это как бы прошлое что-то минимально. Хотела по лайтику, вы встали в позу не-не-не. сначала бросила попытки, потом решила не-не, я еще раз попробую. Она у вас видит прям реально мощь такую какую-то скрытую, то есть как будто вот в болоте есть яркий свет, даже не лучик, а прям очаг. И ему нет выхода, да? Она хочет просто дорогу проложить для вашего внутреннего света. Ой. Она прямо направляет ваш внутренний свет на выход из заточения. э., сколько ж у вас страхов, да? Что же вы так боитесь ее? да еще сражаетесь с ней это свои мнения высказываете наказать прям хочется ее вы хотите наказать за то что она реально права штыки воспринимаете то что она говорит то ее искреннее какое-то послание а внутри то вы знаете что это правда что же вы такие наш мудрая тут и ум и и мудрость и сила свет этот внутренний все в ней есть все это вы видите и все это вас бесит что ж такое чушь так сильно бесит бесит что такая прекрасная такая умная такая это то а вы что-то видели что у нее что-то не ладится да ну всех свои пути дороги все по-своему как-то проходят свои уроки ее суть жизни в том чтобы нести свет но через разрушение то есть она делает это больно но так надо то есть нужно сначала человека убить для того чтобы произошло перерождение то есть она меняет просто вот на на корню у человека мышление а потом по чуть-чуть по крупицам выстраивает заново вот когда вы это осознаете тогда и бесить она перестанет тогда вы уже сами ее дам с удовольствием возьмете в свои объятия и такие да 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 моё моё так как мини спойлер все равно это человек потом пойдет дальше и будет перерождать другие души а то есть на данный момент она активно занята вашей потому что себе не позволяет как бы пройти мимо то есть она знает что поможет она не хочет быть в проигрыше в плане но вот же я пыталась я старалась я я шла туда до что-то не получается она не может себе позволить быть проигравший и не помочь человеку но душа не может позволить тут не про вообще человека а в принципе про душу этого человека вытянут вас из вашей бездны это для нее как как да победитель да как бы прошла урок но это очень важно для ее дальнейшего роста души уже сложно как-то было сформулировать что я имею ввиду какая информация идет мне просто аж в горле першит мне говорят хватит рындеть и так дофига сказала ну смотрите какая она и как она сражается с душами которые просто вот замкнутые у кого какие ситуации кто сам себя замкнул у кого замкнули просто в дебри засунули сама саморазрушением они там занимаются да вот она проливает свет в их жизнь прекрасная личность совет доверьтесь пойдите навстречу идите и слушайте можете поплавить плакаться ей здесь прям так четко идет можете поплакаться она поймет она поможет принимайте ее советы она очень сильная очень сильная и понимающая на этом все я вас благодарю за внимание увидимся почувствуемся да мне очень важно что я четко чувствую ваши энергии пока пока а а а а а а